Ну что ж, друзья, всем привет! Вы на канале Профермер. Ну что ж, наконец-то мы все дождались. Та самая долгожданная посылка, которую мы так долго ждали. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто не смотрел новости в YouTube, в Telegram-канале, в ВК, я вам намекнул, что это за посылка. Это инструмент, прибор, приспособление, которое может улучшить качество записи звука. Контент будет качественный, с качественным звуком. Но я надеюсь, вы уже догадались, что это. Правильно, друзья. Это микрофон. Микрофон с Китая, собственно говоря, сам факт, что он с Китая, уже вызывает как бы сомнения. Ну, сейчас мы все это дело посмотрим. Давайте открываем это все дело. Аккуратно. Вот. Посылка мне пришла буквально на днях. Два дня или три дня назад. Вот. Я ждал момента, чтобы записать. Я надеюсь, чтобы это микрофон у меня. Подставка для микрофона. Ну, друзья. Микрофон называется NGCG. Это тот же Fifine, но другой фирмы. Вот он, собственно говоря, этот микрофон. Стоит он 800 гривен. Это примерно, ну, 2000 рублей примерно. Пакетик мы выкидываем. RGB подсветка. В общем, я про функционал микрофона потом расскажу и покажу. Давайте мы теперь будем его открывать. Открывается он вот так. Да, я жаль, что однорукий. Нас приветствует вот такая фиговина. Вот она. Мы ее отлаживаем. Инструкция. Мануал. Мы ее тоже отлаживаем. Ну, и вот он, друзья, собственно говоря, сам микрофон. Давайте мы это аккуратно достанем. Просто аккуратно. Вот он. Так, ножик мы отставим. Не обращайте внимания, у меня тут куча мусора. Провод USB. Ну, и сама подставка. Вот так, друзья, это все выглядит. Вот, я думал взять подставку, ну, со стойкой вот такой вот. Но я подумал, что, ну, а нафиг оно мне надо. У меня, в принципе, тут и некуда эту стойку крепить. Поэтому я взял для рабочего стола. Вот тут у меня микрофон будет стоять. Ну, что ж, давайте мы это все дело будем распаковывать. В общем, это первый мой адекватный микрофон. Я вам скажу. Вот так он выглядит, друзья. Про функционал этого микрофона я расскажу потом. Сейчас я это все дело поставлю на стол, подключу и уже будем тестировать. Сама эта подставка металлическая. Вот здесь вот мягкая поверхность. Вот это все сейчас мы накрутим. Это все дело. Вот сайт, где я заказал микрофон, я оставлю в описании по ссылке. Накрутить бы его еще аккуратно. Вот. На удивление микрофон, ну, хлипенький. Так, все, вот так это все дело будет стоять. Ну, и, естественно, давайте наденем вот эту фиговину. Она как-то одевается с этой стороны. Или с какой вот так это микрофон выглядит. Только я не понимаю, с какой стороны оно одевается. Так, пожалуй, мне придется открыть инструкцию. В общем, я еще, друзья, разберусь и потом включусь. Все оказалось куда проще. Вот просто сюда берем мы это дело и крепим. Одной рукой неудобно, поэтому... Ну, я сейчас это все дело сам прикреплю. Вот так это все, друзья, прикрепилось. Микрофон здесь держится на резинках. Так, ну и теперь USB провод. USB. Давайте мы это все дело сейчас распакуем. Да, ну, конечно. С этими пакетиками у меня проблемы какие-то. Друзья, микрофон даже подключается к телефону. Гляньте. Разъем Type-C. Офигеть. Даже к телефону не подключается. Просто это все мы сейчас делаем. Распакуем. Кстати, друзья, вот... Очень офигенная эта фигня. Надо будет ее оставить. Так. Сейчас я уже микрофон подключу к компьютеру и... Вот такой вот шнур. Все в коробку. Мануал в коробку. Пакетики мы оставим. Это мы тоже в коробку все положим. И коробку, собственно говоря, отложим. Потому что коробка пригодится. Это тысяча процентов. Коробка для пригодится. Два года гарантии, говорят. Но я думаю, это гарантия до одного места. Потому что никто в Китае это не будет дело вести. В общем, в общем, я это все дело, друзья, сейчас подключу. И уже с вами встретимся на рабочем столе Windows. Хотя нет. Ну, друзья, я его уже подключил. Вот так это все дело выглядит. Фокус. Вернее, достаточно все аккуратно, красиво. RGB подсветка. Теперь про функционал. Вы видите, наверное, вот он. Значок. Включить. И выключить. В общем, очень, друзья, полезная функция. Если, допустим, у вас стрим в Дискорде. В общем-то... Да, стрим в Дискорде. Просто супер. На Ютубе, на Твиче. Вы куда-то отходите. Вам нужно выключить микрофон. Просто нажимаете вот эту кнопку. И все. Он у вас выключается. Это сенсор, друзья. Достаточно просто провести пальцем. И он у вас, микрофон, выключится. Далее. Вот это, я так понимаю... Давайте мы его положим. Это чувствительность микрофона. Вот. Сейчас я его подключу к ОБС. Мы с вами проверим качество звука. И встретимся уже на рабочем столе. Ну что ж, круто. Мне микрофон очень нравится. Сейчас главное проверим его функциональность. Ну что ж, начались первые траблы. Я не могу сделать так, чтобы микрофон нормально работал. Он у меня, в общем, не отображается в ОБС. Ни в ОБС. Ни в Дискорде. В общем, я уже мануал тут читаю. А инструкцию... Уже все сделала как по инструкции, но... 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 Вот я в Дискорде, в общем-то, у себя на сервере сижу. НИ-ЧЕ-ГО. Откройте настройки микрофона. Давайте. Микрофон есть. Вот он. Мэ-6С. Не знаю, может он как-то по-другому должен называться. В ОБС-ке микрофон тоже не присутствует. Вот, микрофона нет. Хотя в ОБС я это все дело выбрал. Сейчас аудио. Вот микрофон. Сейчас буду смотреть YouTube, как это все дело. А пока я запущу 22-ю. Пускай она там прогружается. Пока я буду смотреть, как это все дело настроить. Да. Ну, надеюсь, что товар оправдает ожидания. А я побежал смотреть YouTube. Ну что, друзья, вот мы на рабочем столе. Два с половиной часа мучений и микрофон работает. Я надеюсь, вы заметили разницу между моим предыдущим микрофоном и сейчас, который у меня стоит. Вот он стоит у меня. Была большая проблема его, друзья, в общем-то, подключить. Потому что, ну вот, мы сейчас находимся на рабочем столе. У меня почему-то микрофон думал, что он динамики. И я уже... Так. Я сейчас покажу, куда я заходил. Я заходил в звуки. В общем-то... Нет, не звуки. Вот, воспроизведение. И вот здесь, вот видите, мой микрофон. МИЕ6С. Вот он у меня стоял как динамики. Вот, микрофон думал, что он колонки. Замечательно. Извините. Вот. Поэтому пришлось с этим повозиться некоторое время. Но благо я все сделал и все исправил. У меня все работает. В общем, друзья, здесь есть настройка чувствительности микрофона. У меня сейчас чувствительность микрофона стоит на максимум. Вот я убавляю эту самую чувствительность. Я надеюсь, вы замечаете. Вот. Меня совсем тихо слышно. И вот у меня слышно вот так вот. Но, однако, однако, здесь, друзья, хоть и говорят, что 30 сантиметров от микрофона достаточно. Сейчас я вам найду. Но я вам хочу сказать, что приходится, чтобы меня было хорошо слышно в игре, чуть ли не вот так вот приближать к себе микрофон. Вот. Конечно, стойка. Если бы была вот такая стойка, да, было бы вообще вот здорово. Но те зрители, которые меня смотрят достаточно-таки часто, те могут заметить большую разницу между моим предыдущим микрофоном и сейчас, который у меня есть микрофон. Теперь давайте мы это все дело проверим в игре. Итак, мы сейчас находимся в меню игры, моей любимой игры Farming Simulator 22. Вот, собственно говоря, я не знаю, в обиде да или нет. 30 сантиметров, 15-30 сантиметров, говорят, быть от микрофона. Собственно говоря, если я микрофон, допустим, поставлю куда-то вот сюда, ну, вот примерно 30 сантиметров, меня, наверное, хреново не хочется слышать. Поэтому микрофон мне лучше ставить, скорее всего, вот сюда. Давайте мы сейчас, собственно говоря, проверим, зайдем на какую-то карту, проверим, что у нас по звуку, и уже сможем сделать его мысль. Ну что ж, загрузилась, наконец-таки, карта. Давайте смотреть, в общем-то. Вот, надеюсь, меня хорошо слышно. Ну, допустим, мы сейчас сядем какую-то технику, заведем, сейчас проедемся. Вот, я, друзья, не знаю, как меня будет вообще слышно с рулем, потому что же я планирую еще рулю потом подключать. Ну, я надеюсь, меня слышно хорошо. У меня звук игры, в принципе, выставленный на процентов 70. Опять же, если бы была стойка, это было бы просто ню. Вот, и потому что микрофон бы был вот здесь, и не было бы вообще кайфово. Но мне кажется, вот так мне идеально слышно. У меня микрофон, чтобы вы понимали, ну, как бы вам показать. Вот здесь у меня микрофон расположен на краю стола. Вот, естественно, это гораздо лучше, чем у меня было по сравнению с тем, что было. Да, опять же, если меня, если вы смотрели мои видео, то наверняка знаете, с чем сравнить. Вот, микрофон был у меня до этого Genius. Это микрофон в камере, собственно говоря, вот он. Ну, и микрофон теперь NGCG. Вот. Вот, собственно говоря, вот, допустим, этот микрофон Fifine. Ну, вот он. Да, он чуть отличается, но все же, друзья, все же. Это почти точно такой же микрофон. Вот только отличается вот эта вот сеточка, и все. Так, это реально микрофон Fifine и по цвету, и по дизайну относительно. Вот, я хотел изначально с вот этим вот кронштейном взять микрофон, но что-то с этим кронштейном я 200 гривен переплатил. Кстати, 2500 он стоит, а я его покупал за 800 гривен в Китае. Ну, да, вот, вот, друзья, микрофон Fifine. Смотрите. Вот это почти точно такой же микрофон. Вот, только название другое, собственно говоря. Ну, что, друзья, выводы. Что я могу сказать про данный микрофон? Компания NGCG. Вот, никак не могу привыкнуть. Микрофон вполне хороший, красивый дизайн, тоже красивый. Но меня, наверное, тихо очень слышно на видео. Вот, с этим я еще буду работать. Также, также радует то, что микрофон можно подключать к телефону тоже, с помощью вот этого вот разъема. Это разъем с Type-C на USB, собственно говоря. Вот. Настройка данного микрофона очень обошлась долго. Вот. Но как долго? Я думаю, если бы я подключил другой разъем USB, было все быстрее. Но я же подключил, как оказывается, не в тот разъем. Вот. Ну, впрочем, что еще могу сказать про микрофон? Микрофон компактный, хороший, как я уже озвучил, красивый дизайн микрофона, особенно вот эта подсветка. И, начиная, вот, начиная, подсветка вообще просто шик, идеальный дизайн. Вот. Также удобно сделано, что с помощью одной клавиши можно выключить микрофон. И не надо отдельно выключать микрофон там в Дискорде отдельно, отдельно в ОБС, в игре еще какой-то. Вот. Просто взял, подошел, включил и включил микрофон. Вот. Я еще, друзья, конечно же, буду настраивать этот микрофон, чтобы он был здесь, как написано в инструкции. Вот, кстати, вот кто не увидел инструкцию, я все же хочу вам найти, где показано 30 сантиметров. Вот. 15-30 сантиметров фокус. Ну, вы, надеюсь, помнили. Вот. Человека. Вот я это хочу делать настроить, настроить чувствительность. Может быть, какие-то фильтры придется в ОБС мне юзать. Ну, не знаю. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого микрофона. Ну, звук реально стал намного лучше и намного качественнее, чем у меня был предыдущий микрофон. Вот. Чтобы вы понимали, у меня предыдущий микрофон это вот, Genius. Вот он. Это ж и веб-камера, и микрофон, все в одном. Тихо. Еще не хватало, чтобы ты упал. Спокойно. Вот. Ну, тот микрофон действительно какой-то был, ну, извините, ущербный в плане звука. Я вообще не знаю, как я с помощью него записывал серии, ролики, стримы делал. Ну, с этим микрофоном, думаю, уже будет намного проще. Но сказать так, свои цены не стоят. То есть, 800 гривен, это полторы тысячи рублей, он не стоит своих денег. Я бы его взял за тысячи две. Ой. Купил за 800. Взял бы за тысячи две. Супер. Я бы его взял за гривен 400. Может быть, 300 максимум. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Это Китай, друзья. Это Китай. Что вы хотите? На этом я, в принципе, буду заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел этот обзор. Всем удачи. И всем пока. Увидимся на стримах и в сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.